В преддверии 67-й годовщины Великой Победы в Волгодонске прошли митинги памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ветераны, первые лица города и молодое поколение вспомнили подвиг героев, победителей, фронтовиков, партизан и подпольщиков, мужественных тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны. Все подробности в следующем видеоматериале. Уже 67 лет майские дни пропитаны горько-сладким привкусом, убеленного сединами Великого Праздника Победы. И хотя минули десятилетия, с тех пор, когда распахнулись врата войны, ратный подвиг героев не забыт. Из года в год к мемориалам приходят их потомки и братья по оружию, неся на своих плечах тяжелый груз, почтенных лет, многочисленных наград и горьких воспоминаний. Та нация, которая помнит свою историю, будет жить долго. Сегодня мы с вами исполняем их долг. Я думаю, что, обращаясь к молодому поколению, передают ветераны вам традицию. Чтить память, помнить историю. Именно в этом зависит наша независимость и процветание нашей Родины. Окопы, пепелища, сожженные городов остались жить только в памяти свидетелей страшных лет. В наследие же потомкам остается эпос и мемориалы. На постаменте в Старосоленом увековечены две фигуры, одетой по форме солдат и женщина, склонившая голову под тяжестью без возвратных разлук. Сегодня же в ходе торжественного митинга прошла церемония возложения цветов на поляне звезд, городов-героев в Парке Победы. Память павшим за свободу и независимость почти ли традиционно, минутой молчания. Тех, кого с уверенностью можно назвать олицетворением чести и доблести, стойкости и невероятного мужества, с каждым годом становится все меньше. Потомкам остается одно – хранить память и не уронить чести и достоинства, которое было завоевано ценой миллионов жизней. Анастасия Дубас, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.